может производиться как с использованием рук, так и ног. Выполняя задержание противника, атакующий производит бросок и с помощью болевого воздействия переворачивает противника на живот. Фиксация противника в таком положении оставляет ему мало шансов для оказания успешного сопротивления. Далее атакующий производит болевой замок. Болевой замок может быть усилен путем давления коленом атакующего в область локтевого сустава противника. Посмотрите еще раз вариант добивания противника, пытающегося оказать сопротивление. Выполняя задачу задержания, атакующий также может реализовать подобное положение, выполнив переворот противника. И путем болевого приема на стопу осуществить его контроль.